Сосновская центральная районная больница обслуживает 17,5 тысяч населения района. Из них 2,5 тысячи детей и 15 тысяч взрослых. В больнице уже практически завершена программа модернизации первичного звена. На капитальный ремонт, транспорт, новое оборудование и строительство новых фельдшерских акушерских пунктов в этом году выделено 20 миллионов рублей. Планы удалось реализовать благодаря национальному проекту здравоохранения. Центральная районная больница имеет в своем составе поликлинику на 250 посещений и смену, стационар на 100 коек, 30 из которых дневного пребывания, также стоматологическую поликлинику, отделение скорой медицинской помощи, отдельно стоящий инфекционный корпус. В нашей структуре есть все для качественно обслуживания населения. В районной больнице появился новый цифровой маммограф, который располагается теперь в капитально отремонтированном помещении. Мы получили новый цифровой маммограф, сейчас осваиваем эту работу, сейчас работаем совместно с программистами, чтобы довести программу для того, чтобы было удобно нам работать рентгенологам. Время на обработку одного пациента немного увеличилось у врача рентгенолога за счет того, что врач и заключение должен выдать, и изображение, если в этом есть необходимость. Аппаратура новая, хорошая, в двух проекциях все снимает уже. Раньше мы снимали в одной проекции, потому что пленки уходило много. Сейчас пленки нет, необходимости у нас спасаться, проявитель. И мы теперь работаем вот на этом компьютере. Еще одним дорогостоящим приобретением стал энцефалограф нового поколения. А для удобства врачей, терапевтов, которые обслуживают вызовы, приобретено несколько автомобилей. Нам доставили четыре новых автомобиля «Соболь». Это полноприводные, семиместные «Газели» с багажными отсеками, которые высокопроходимы. Их именно поставка произошла в сельские населенные пункты, в участковые больницы, врачебные амбулатории. И самое главное, что никогда не было в истории российского здравоохранения, что впервые машины были укомплектованы в фельдшерско-кушерские пункты. В нашем случае это Баранский фельдшерско-кушерский пункт, который теперь имеет возможность обслуживать пациентов, доставлять пациентов до центральной районной больницы, также доставлять врачей до самой отдаленной сельско-населенной пункта, что в разы улучшит качество оказания медицинской помощи, а самое главное, ускорит доставку этой медицинской помощи до самого больного. Очень тяжело работалось. Деревень, мой ФАП обслуживает, в общем, шесть населенных территорий. Удаленность шесть километров. Приходилось всегда ходить пешком на вызова. Зимой, осенью это, зимой это непролазные сугробы, сумку на плечо и идешь на вызова. Пешком я когда пройду на вызов пациенту, например, в соседней деревне, я два часа пройду, прошлепаю, а это на машине, позвонил машина, 15 минут она от Сосновского уже приехала, меня доставит к любому пациенту. Раньше ездили на УАЗиках, сейчас пришли новые автомобили, газели полноприводные. У них стало комфортнее ездить, удобно, они полноприводные. То есть в любую деревню можно доехать за больными и доставить их в больницу на госпитализацию. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Сосновском районе позволила капитально отремонтировать Панинский фельдшерско-акушерский пункт. На эти цели выделено более трех миллионов рублей. Работы должны завершиться до конца сентября. Мы очень довольны ремонтом нашего единственного пока в этом году фельдшерско-акушерского пункта в селу Панино. Селу Панино – это известное село, в котором родилась наша первая русская женщина-врач, доктор Цины, Суслова Надежды Прокопьевны. Мы этим очень гордимся. И именно почему-то с этого ФААПа началась программа модернизации в нашем районе. На сегодня программа завершена. Мы радуемся этим светлым кабинетом, новой крыши, новым дверям, пандусом. Ну, вообще, ФААП преобразился и стал современным, просторным и очень красивым, удобным для работы. Я обслуживаю шесть деревень. Это вот Панино, Рогозино, Филюково, Озерки, Каргашино, Мельдино. Самые дальние деревни у меня находятся на расстоянии шесть километров. А так пять, два, там три километра. Населения там уже, конечно, немного. А вот так и выглядит обновленный, отремонтированный Панинский фельдшерско-акушерский пункт. Новая крыша, стены, пол, окна. А вот, собственно, кабинет фельдшера, который работает здесь один. Даже гинекологический кабинет новый тоже имеется. Здесь уже видно, что подключен новый компьютер, клавиатура еще в упаковочке, карточки пациентов, которые скоро смогут оценить новый пункт. Примечательно, что региональная программа первичного звена здравоохранения практически полностью реализуется за счет федерального бюджета. Из 2 миллиардов и 500 миллионов рублей область финансирует лишь 148 миллионов. В этой программе одновременно участвуют 88 медицинских организаций. Мария Бурова, Ренат Бикбаев, Время новостей.